Дай почитать Симоньян не откажешь в журналистском чутье языка, в смелости выбора тем и сюжетов. Рассказы небольшие, но психологически точно выверены, реалистичны, поучительны и часто печальные, но не мелодраматичны. Места, где происходит действие Сочи, Краснодарский край, где сталкиваются местные жители с туристами, где множество разных запоминающихся персонажей, где есть место и вере в чудо, и без застенчивой наживе, и раздражению, и старению, реально сталкивается с иллюзорными мечтами и надеждой на высшие силы. Но чудесная и божественная, по мнению Маргариты Симоньян, заложена в самом человеке, в выборе им самим своего пути. Именно человек творит свою жизнь. Это первая книга Симоньян в моем читательском опыте. Любопытно было узнать ее с другой стороны. Много нестандартных и запоминающихся образов и выражений. Но чувство, которое вызывает большинство рассказов, непроходимая грусть, а еще непролазная безвыходность. Думаю, что нет у меня больше желания еще раз читать ее художественные опусы. Понравился первый рассказ сборника, совершенно невероятный сюжет «Беламур» про Петра Гурамовича и его неожиданную встречу с очень богатым Майклом Врубелем. Каждый день отъедал у Петра Гурамовича еще ломать его жизни. Но не так, как обычно у людей настоящее отъедает от будущего, превращая завтра в сегодня, а сегодня во вчера. У Петра Гурамовича настоящее отъедало от прошлого. Настоящее было прекрасно вооружено против Петра Гурамовича. У настоящего были скрытые камеры, хромота, жилые комплексы с олеандрами, металлические ограждения, грозы и молнии, старость и смерть. В сборнике рассказов «Симоньян» есть место юмору, лиричности, горечи и все же, главное, есть вера в человека, в его духовные силы. 18+. Дай почитать